Уроки по изучению Библии Слово «прообраз» по-гречески «типос» встречается в Новом Завете 16 раз. Чаще всего оно переведено как «образ», «образец» или «пример». Эти слова связывают понятие «подобие». Человек, место или событие имеет отличительные черты, полностью или в существенной части присущие другому человеку, месту или событию, из-за чего их можно назвать подобными. Первое – «тень», условно назовем «прообразом», а второе – «реальность», «образом». Их связывает между собой общий образец, символ или другое, бросающееся в глаза сходство. В Новом Завете употребляются еще три слова для обозначения ветхозаветных прообразов. Первое слово – это слово «тень». В послании к евреям в 10 главе в 1 стихе говорится следующее. «Закон, имея тень будущих благ». Тень призрачна, но все же ее отбрасывает нечто реально существующее. В данном случае закон является лишь тенью Божьей благодати, которую Он явил в Своем Сыне Иисусе Христе при Новом Завете. Говорится в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 17 стихе. Второе слово – «притча» или «предзнаменование». Например, мы это слово находим в послании к евреям 9 глава 9 стих, а также 11 главе 19 стихе этого же послания. «Скиния» – это образец, показанный Моисею в пустыне, но она была лишь предзнаменованием или символом истинного места поклонения, то есть небес. Третье слово – «подобие» или «образец» означает эскиз или рисунок чего-то, что произойдет только в будущем. Евреям 9 глава, стих 23. «Скиния и все ее убранство служили образцом истинной скинии, которая находится на небесах». Об этом мы читаем в 8 главе во 2 стихе «Послание к евреям». К вопросу о прообразах и образах следует подходить осторожно и не искажать смысл библейских текстов, находя прообразы и образы там, где их нет. Насильственное приспособление Ветхого Завета к собственным предубеждениям несет в себе духовную опасность и оскорбляет Святого Духа, являющегося небесным автором Святого Текста. Давайте также рассмотрим отличительные признаки прообраза и образа, чтобы не вырывать из контекста иносказательные обороты, представленные в Слове Божьем, и не препятствовать намерениям Святого Духа. Подлинный прообраз должен обладать тремя свойствами. Во-первых, прообраз представляет собой точное изображение человека или предмета, который в дальнейшем становится образом. Некоторые черты или сходства настолько рельефны, что в тексте они сразу же видны разбирающемуся в Библии читателю. Само наличие таких свойств побуждает исследующего Слова Божья так знать Писание, чтобы, столкнувшись с подобными символами в Ветхом Завете, сразу же их распознать. Во-вторых, прообраз дан свыше. В Новом Завете должно быть дано описание прообраза из Ветхого Завета или прямое указание на него. Примером ряда таких описаний и указаний могут служить сравнения между Скинией, старым и новым соглашениями и священством, которое приводит Святой Дух в послании к евреям. В-третьих, прообраз дает предварительное изображение чего-то, что произойдет только в будущем. Вот почему мы в Новом Завете всегда ищем реализацию прообразов из Ветхого Завета. Каждая книга Библии в силу своего особого содержания, места в истории и ценности для изучающего Библию требует индивидуального подхода. Это не значит, что книги в Писании не связаны общей темой. Это тема или главное Божье послание нам «Иисус Христос и нужда человека в спасении» Бытие, 3 глава, 15 стих. И тем не менее, поскольку сам Ветхий Завет состоит из разделов и отдельных историй, можно ожидать, что многие прообразы и их позднейшие образы также будут отличаться в зависимости от содержания исторического послания, переданного Святым Духом. Подобные прообразы можно найти и в Пятикнижии. Посмотрим на книгу Бытие. Несколько ветхозаветных персонажей являются прообразами Спасителя. В книге Бытие три человека являются прообразами Христа. Первый из них – это Адам. О нем мы читаем в Бытие 1 главе в 26 стихе, а также во 2 главе в 7 стихе. И затем опять находим в книге «Послание к Римлянам» 5 глава с 12 по 14 стихи и 1 послание к Коринфянам, 15 глава, стихи с 45 по 47. Святой Дух проводит множество сравнений между Ним и Христом. Второй прообраз Христа – это Ной. Оба они были проповедниками праведности, говорится во 2 послании Петра, 2 глава 5 стих, а также в Евангелии от Марка 1, 38. Оба спасли мир от полного уничтожения – Бытие 6, 8, Иоанна 3, 16, и оба символизировали суд Божий над грехом и беззаконием. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 37 по 39 стихи. Третий прообраз Христа – Иосиф. О нем мы читаем в 37 главе Бытия, 50 стихе. Сравнивая Иосифа и Христа, Библия приводит по меньшей мере 10 общих для них черт. Оба они были преданы своими братьями, оба были проданы по цене раба, оба стали слугами, оба одержали победу над искушением, оба были возвеличены, оба стали хранителями жизни или спасителями, оба были горячо любимыми своими отцами. Оба позже примирились со своими братьями. Отцы обоих горевали о временной утрате своих сыновей, когда Иосиф попал в Египет, а Иисус на крест и в могилу. Оба сына возвратились к своим отцам. Говорится в Писании в Бытие, 46 главе 29 стихе, а также в Марка, 16 главе 19 стихе. Книга Бытия также содержит прообразы мироустройства. Первый прообраз заключенный с Авраамом – завет. О нем мы читаем в 12 главе книги Бытия, а также затем в Новом Завете в послании к Галатам в 3 главе 16 стихе. Семя, прообраз которого присутствует во многих или даже во всех потомках Авраама, нашло свое окончательное воплощение в данном Богом обещании, которое спустя столетия было исполнено в Иисусе Христе. Второй прообраз – это Сара и Агарь. Читаем о них в Бытие, 17 глава, стих 18, а также в послании к Галатам, 4 глава с 24 по 31 стихи. Здесь, как и в предыдущих примерах, Святой Дух сам четко указал на взаимосвязь Ветхого и Нового Заветов, которую символизировали эти двое. Он заявил, что они олицетворяют важные изменения в Старом Завете, согласно которому жил Божий народ, изменения, приведшие к заключению с ними Нового Завета. Нам предлагается воспользоваться аллегориями Павла, чтобы понять, какие перемены произошли в Завете, данном нам через Христа. «Христос хотел, чтобы в результате этих перемен мы освободились и сохранили свою свободу» – Галатам, 5 глава, 1 стих. А теперь обратим наше внимание на книгу «Исход». В книге «Исход» сюжетная линия и исторические сведения касаются той же темы, что и в книге «Бытие», но в ней появляются новые персонажи и происходят другие события. Прообразы в книге «Исход» также отличаются по своему существу от прообразов книги «Бытие», так как теперь они символизируют искупление. Первый пример – это Моисей как прообраз Христа. Об этом читаем во Второзаконии, 18 глава, стих 18, и затем уже в Новом Завете в Деяниях, 3 главе, 22 и 23 стихах. Их обоих пытались убить цари, когда они были младенцами. Бог избавил их от смерти через свое провидение. Оба в младенческом возрасте находились в Египте. Оба были призваны на служение из царских дворцов. Оба были пастырями Божьего народа. Оба передали законы Слова Божьего. Оба отказались от богатств царства. Оба пришли, чтобы избавить Божий народ. Оба совершали знамения и чудеса. Оба были посредниками в передаче Божьего Завета. Во-вторых, это Пасха – еще одно событие, которое было прообразом. О нем читаем в 12 главе Исхода и затем исполнение в 1 послании к Коринфянам, 5 главе, 7 стихе. И, наконец, в-третьих, это Египет и Ханаан, которые также представляют собой прообраз искупления. Египет во всем Писании символизирует рабство и неволю, тогда как Ханаан – земля обетованная, спасение и Божью защиту. Теперь мы наше внимание переведем на книгу чисел «Странствование в пустыне». В книге чисел мы видим, что во время блужданий по пустыне израильский народ был призван научиться повиноваться Богу. Умы людей необходимо было очистить от упрямства и непокорности свойственных рабам Египта. Книга чисел высвечивает многие испытания и ошибки израильского народа, на которые также указывается и в Новом Завете. Например, мы об этом читаем в первом послании к Коринфянам в 10 главе, в первых 12 стихах этой главы. В Евангелиях описаны испытания, которым Иисус подвергся в пустыне. Об этом говорится, например, в 4 главе Матфея, 4 главе Луки или в 1 главе Евангелия от Марка. Если в целом посмотреть на евангельские повествования, то в каждом из них можно увидеть параллель между искушениями и конечным послушанием в пустыне и Божьей милостивой помощью Израилю. Автор послания к евреям передает смысл испытаний, перенесенных Иисусом следующим образом. Там он говорит так. «Хотя он и был Сыном Божьим, но научился послушанию через все, что претерпел». Я прочитал в современном переводе 8 стих из 5 главы этого послания. Текст этот, говоря все, видимо, указывает на то, что Святой Дух подразумевал не только жестокие страдания, которые Иисус перенес при аресте и распятии. Мы также видим, что Бог помогал израильскому народу, когда тот странствовал по враждебной территории. В первом послании к Коринфянам в 12 главе 2 стихе сообщается, что эта помощь фактически оказывалась через Христа. Он, как скала, дал воду, а также посылал манну и перепелов, когда израильтяне испытывали в этом нужду. Также и Петр указывал, что мы, живя в этом враждебном мире, должны считать себя в нем лишь пришельцами и странниками. Об этом мы читаем в первом послании Петра, 2 глава, стих 11. И об этом же говорит Павел, когда он ободряет нас словами в послании филиппийцам, 4 главе. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом и Иисусом». И, наконец, книга Левит. В этой книге прообразы определяются темой, как приступать к Богу избранному народу, Израилю. В Ветхом Завете посредниками и примирителями, также приносившими жертвы за всех людей, были священники. Сегодня в роли приносящего жертву, самой жертвы, посредника, примирителя и всего того, в чем нуждается грешник, приступающий к Богу, выступает Иисус, наш первосвященник. Многие уроки в этой серии будут сосредоточены на Христе и его многочисленных прообразах в книге Левит, в частности, на прообразах в виде различных приношений, которые совершали люди перед Богом через посредничество и служение священников левитов. Я надеюсь, что изучение этой книги поможет каждому из нас лучше понять действия Бога через Иисуса Христа. Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота. Там добавляются регулярно новые уроки. Капли Ста. Субтитры создавал DimaTorzok